С.Петербург, 24 мая, РИА Новости Минфин РФ намерен привлекать займы, наращивая газдолг, только для инвестиций, увеличение газрасходов на человеческий капитал требует других источников, и в Минфине РФ уверены, что их удастся найти, заявил первый вице-премьер РФ министр финансов Антон Силуанов Долг у нас сейчас около 60% ВВП. Многие, конечно, говорят, давайте увеличим газдолг, РИА, до 20-30% ВВП. Я противник таких кардинальных изменений, сказал Силуанов, выступая на ПМФ Но использование инструментов долгового финансирования исключительно для вложений в инфраструктуру в данный момент, считаю, это абсолютно оправданное вложение, добавил он Выступая на той же сессии, глава счетной палаты РФ и предшественник Силуанова на посту министра финансов Алексей Кудрин заявил, что низкий долг, это и есть резерв, который можно использовать сейчас, в том числе для наращивания вложений в образование и здравоохранение Алексей Леонидович сказал, что низкий долг, это наш резерв. Вы, когда были и министром финансов, активно сокращали долг И это наше преимущество, которое мы подхватили и хотим не растерять его, ответил Силуанов Кудрину Мне кажется, что сейчас использовать долг в качестве источника дополнительных расходов, и я надеюсь, Максим Станиславович Орешкин, Ред, согласен, минус если уж занимать, то только на инвестиции. Такое бюджетное золотое правило А если проедать его, резерв в виде низкого долга, Ред, увеличивать текущие расходы, отдачу мы можем получить, если это человеческий капитал, но в отдаленном будущем Уверен, что мы найдем ресурсы на вложение в человека и не за счет долга, а за счет других источников, заявил Силуанов Продолжение следует...